Продолжение следует... 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 на историю Молдовии. Это абсолютно интересный для того, чтобы изучить историю своей страны, чтобы не найти никакой страны, где будет изучать историю этой этнии, которые не будут встать в статус. Второе, мы видим, что мы видим, эти примитивные организации, которые находятся в Кашечупещ и Духуае, и мы будем изучать проекты, которые приведут интерзисерия марш-лога унионисты и интерзисерия манифестациилор, которые динограды и дефаимеазы Статулы Молдовы. Здесь мы будем изучать, из-за наших бунтов, из-за Романи, где Сенатулы Романии, и прин-лога, привезут респондение penal для акции и декларации, что дефаимеазы Статулы Роман. Это очень хорошая практика, которую мы должны применять, и в Романтии Молдовы, что мы приступим к этому проекту, который будет интерзисерия экспресс, по закону и дефаимеазы, и манифестации. Это очень крепко, и мы будем делать все для того, чтобы опырым статулы Романтии Молдовы, и чтобы не позволить эти атакы, реализации, из-за того, что-то обсуждение. Требе неинтелес, что ПССР будет последоваться не только для статулы, но и для статулы неутру Романтии Молдовы, который приведет неадирание Романтии Молдовы на блоки милитари, фи из-за 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 из-за. Таким образом, мы приедем с проектом Романтии Молдовы, который принесет консультацию статулы permanent и неутру Романтии Молдовы. Таким образом, мы осуществим паци и линейство, и что Молдовы не станут пионы в жуках политики. Мы не считаем войну, если мы против Весты, или против Весты, Романтии Молдовы должны быть хорошо и спокойно и в целом романтии Молдовы. Три. Мы должны сделать все для того, чтобы гармонизировать регистрация национальной и для того, чтобы адаптировать консультацию с этими акциями интернациональной организацией, с резолуцией, с конвенцией, с целью древности. Сегодня мы observаем что месажные губернарии в Кишинел в романтии в comunicании с партнерами в Европе, партнер в характере популист и декларатив. В реальности Молдова не предупреждает икортики конкретные для адаптирования Молдова стандарты для операции от древних помол. Для этого мы приехали на этот парламент с резолуцией и адаптирования парламентарии, что Республика Молдова может осигурить хорошие функционирования и конвенцией интернациональной. Во-первых, есть вопрос экзем экологии, экзем экологии, 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 и так далее. Многие категории популяции становятся политики примитивы, и новой обществе ни на студии, ни на постаре, и промывание салей культуры, поэтому в парламенте мы предлагаем экзаменирование и имплементарие резолуции Консилия Европы, потому что кто-то говорит о практике европейской, но в реализации примитивы политики медиевые и примитивы. В последнее обследование ГУВЕР Молдова вы знаете очень хорошо контроли парламентарной партии социалистов использовали эти инструменты, вы знаете что мы решили примитие больше министри вы знаете что ГУВЕР Молдова выбрала логия которая приведет что ГУВЕР премьер репорт для премьера премьер репт Продолжение следует... 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 это порядка 160-180 тысяч пенсионеров, они не должны выплачивать взносы в кассу социального страхования и в кассу медицинского страхования. Эти люди уже свое отработали, эти люди свое оплатили, им не производится перерасчет пенсии после того, как они вышли на пенсию, поэтому несправедливо, чтобы эта категория населения опять же выплачивала эти взносы и не получала ничего взамен. И очень важный вопрос, который мы будем также поднимать, это вопрос единой формулы расчета пенсий для всех категорий населения. Несправедливо, когда врач, педагог, сельхозработник получает меньше и рассчитывается по другим нормам и коэффициентам, чем, к примеру, государственные служащие, либо судья, либо прокурор, либо другие, как говорится в народе, приводированные пенсионеры. Что касается инвалидов, эта ситуация очень сложная, необходимо им единоразово повысить в срочном порядке на 20% их пособия, это первое. Второй очень важный момент, который волнует инвалидов, это порядка 130 тысяч человек, это проблема в ТЭПе. На сегодняшний день определение степени инвалидности занимает год и более, на сегодняшний день у многих из них изменяют степени инвалидности, не в пользу инвалидов, то есть тем, кто должен быть на первой группе, дают вторую и так далее, для того, чтобы уменьшить нагрузку на социальный бюджет. Последние годы мы видим по статистике, происходит уменьшение количества инвалидов, это официальная статистика, поэтому мы считаем, что в этой сфере необходимо наводить жесткие порядки, и мы будем добиваться, чтобы критерии были пересмотрены, и в ТЭПе работали более добросовестно. Особый подход, с учетом нынешней демографической ситуации, мы будем уделять семьям и молодым специалистам. Здесь у нас разработан уже, разработанный закон о семейном капитале, это очень большой комплексный документ, инструмент, который оправдал себя в мировой практике, который показал эффективность, благодаря которому, к примеру, в Российской Федерации произошел рост количества новорожденных детей, причем не только первого ребенка, но и второго и третьего ребенка. Очень важный вопрос, что касается многодетных семей, мы знаем на сегодняшний день, у семей, которые имеют три ребенка и более, им никто не помогает, эти семьи оставлены на произвол, мы предлагаем им учреждения, так называемые, надбавки в 10%, это мировая практика, также инструмент, входящий в комплексную поддержку молодых семей, также мы предлагаем, чтобы молодые специалисты, которые только что окончили ВУЗ, они были осуществлены под доходного налога как минимум на 3 года, это очень важно, потому что мы все молодые и мы знаем, как сложно, особенно студенты, как сложно устроиться на работу, как сложно осуществлять первые шаги во своей прошлой рабочей и водовой деятельности. И в целом у нас будет выработан единый комплексный подход для поддержки молодых семей и молодых специалистов, медиков, педагогов, социальных работников. Что касается сферы медицины, это очень острая проблема на сегодняшний день, вы все слышите, сколько проблем у нас в системе правоохранения, система правоохранения на самом деле у нас разрушена в стране, благодаря всем министрам, которые были за последние 8 лет, на сегодняшний день у нас цены на медицинские услуги повышены на 300-400%, это сделали официально, в то время, когда у нас многие не имеют полиса медицинского страхования, не потому что они не хотят его купить, а потому что элементарно у них нет денег на это. До недавнего времени их штрафовали за это, но опять же благодаря фракции партии социалистов эти штрафы были аннулированы. Очень важный вопрос, который касается того перечня медицинских услуг, того списка медицинских препаратов, которые есть в программе единого медицинского страхования, то есть, которые покрывают медполис, они недостаточны, они слабо отражают в нынешнем действительности. Сегодня многие люди, которые пользуются полисом, когда идут в больницу, либо в поликлинику, по многим диагностическим процедурам, они обязаны платить. Это неправильно. Очень важный вопрос, который мы поднимем, будем наставить на принятии предморатории на ликвидацию. Будем говорить, как оно есть, потому что была попытка при Министре, в саде глава, ликвидировать множество больниц. Мы отстояли, были протесты, и мы будем отстоять на принятии моратория на ликвидацию медицинских учреждений по всей стране. Систему медицинскую надо обновлять, ее нужно оживить. Нужен новый кадровый подход. Мы видим на сегодняшний день специалисты разных уровней медицины, они убегают из страны. По оценкам экспертов, и это официальные источники говорят, что через 10 лет мы останемся без врачей. На сегодняшний день мы знаем, молодая семья убегает из страны в соседнюю Российскую Федерацию, в соседнюю Румынию, в Европу, где условия труда намного лучше, и они покидают нашу систему правоохранения. Поэтому это основные приоритеты франции социалистов в парламенте Республики Молдова. Мы будем их добиваться, тем более, повторю, многое из того, что мы обещали в предыдущей сессии, мы сделаем. Спасибо. И шиблоку экономик. Думаю, Голова тюкпокнем. Спасибо, Елена Петровна. Как всегда, инициативы социалистов, они прагматичны, то есть нацелены на конкретные результаты, они реалистичны, то есть базируются на реальной ситуации в экономике, в социальной сфере. Они просты и понятны каждому гражданину. Экономика страны находится в достаточно сложной ситуации. Несмотря на декларируемый экономический рост, в стране нет развития. На днях опубликованы данные по количеству закрываемых предприятий. Вы представляете, количество закрытых предприятий в 2017 году превысило 8,5 тысяч. А количество новых предприятий 6,4 тысяч. То есть больше 2 тысячи предприятий сальдо. Отрицательное. Экономика закрывается, экономика сжимается. И абсолютно, и относительно. И не случайно, что вот упомянутый мною экономический рост, о котором говорит власть, на 20% всего лишь обеспечивается вот этот рост базовыми отраслями экономики, то есть сельским хозяйством, промышленностью и строительством. И это при том, что в сельском хозяйстве достаточно высокий рост, неплохой урожай, всего лишь 20%. В среднем эти отрасли экономики вот с 2001 года дали более 40% роста экономики. Сегодня 20%. А всего лишь несколько лет назад это было 45%. Вот в 2015 году, в 2014 году. То есть экономика у нас по-прежнему базируется на потреблении, которое подпитывается внешними источниками. То есть деньгами, которые присылают молдавские мигранты, кредиты внешние, гранты, которые получает правительство. За последние годы, вот за последние 8 лет, это более 3 миллиардов, которые получило правительство. Кредиты и внешние гранты. И все это идет в потребление, не в развитие. В условиях рыночной экономики государство должно поддерживать экономику, стимулировать экономику прежде всего, а налоговой политикой. И здесь мы предлагаем, как и было, но, к сожалению, отклонено, нулевую ставку налогообложения на доходы юридических лиц, на реинвестированную прибыль. Получил прибыль, оставил в обороте, она работает на бизнес. Пожалуйста. На развитие. На развитие. Все, нулевая ставка налогообложения. То есть ноль. Второе, государство стимулирует и поддерживает экономику через политику госзакупок. Мы тоже это предлагаем. Определенные преференции при принятии решений в госзакупках местному производству, местному бизнесу. Это тоже нормально. И третье, достаточно кардинальное. Мы предлагаем, и инициатива такая будет внесена, порядка 70% на предприятиях розничной торговли, 70% товаров на полке, это товары отечественного производства. Подобочная продукция, консервы и так далее. Это, я думаю, серьезно поддержит местного производителя. В топе всех проблем, которые стоят перед бизнесом, как это ни странно, не доступ к финансам, даже не процентная ставка, а рынки сбыта. Поэтому нашим приоритетом по-прежнему будет углубление сотрудничества с странами Евразийского экономического союза и наша работа по открытию российского рынка, который был Молдовой, к сожалению, потерян после 14 июля-августа 2014 года. Результаты, вы знаете, они впечатляют, и десятки, многие десятки предприятий получили доступ, у них доходы, если посмотреть сейчас холодильники, они уже пустые, все яблоки проданы. Вы знаете, опять же, результат. По 2017 году мы превысили рекордные объемы экспорта яблок в Российскую Федерацию, было экспортировано более 190 тысяч тонн. В целом, за 11 месяцев, в целом за 11 год было 183 тысяч тонн, сейчас уже 190. И это при наличии запрета, только благодаря усилиям президента республики Игоря Николаевича Додона и руководства партии социалистов Зина Петровна Григорьевича. Это также является приоритетом нашим дальнейшее открытие рынка и что сдерживает снятие таможенных пошлин. То есть возврат к режиму свободной торговли с партнерами из Российской Федерации. Следующий блок наших инициатив в экономической области это доходы населения. Мы об этом неоднократно говорили, к сожалению, на протяжении последних лет реальные доходы населения сокращаются. Последние данные, которые у нас есть, это третий квартал, они сокращаются. Минус 0,5%. Небольшой минус, но минус. Население получает в реальном выражении все меньше доходов. Необходимо поддержать. Каким путем? Опять же через налогообложение доходов физических лиц. И здесь наша позиция опять же последовательная. Мы стремимся, не облагаемый налогом доход физических лиц на уровне прожиточного минимума. Да, сегодня невозможно это сделать сразу. Сегодня это порядка 50% прожиточного минимума. Но за ряд лет приблизить не облагаемую налогом часть дохода к прожиточному минимуму. Предполагается также внедрение, введение трехуровневой шкалы налогообложения. Сегодня, как вы знаете, 7,18% в зависимости от дохода, это налог на доходы физических лиц. Мы предлагаем 7,17,25%. Причем налоговая нагрузка на доходы людей, которые получают ниже средней заработной платы, а такие у нас есть, порядка 20% людей получают зарплаты ниже прожиточного минимума. У них снизится. Люди, которые получают заработную плату на уровне средней или около того, у них также снизится. А вот те граждане, которые получают заработную плату, так называемую, большую, в два раза, в три раза, которые превышают среднюю, таких порядка 10% людей, у них налоговая нагрузка вырастет. И это мы, социалисты, считаем правильным, разумным. Потому что 70% людей у нас в Молдове получают заработную плату ниже средней. То есть, опять же, эффект для людей будет от этой нашей инициативы. Здесь мы не можем не отметить нашу последовательную позицию. Многие из вас были на пресс-конференции, которую социалисты проводили в конце ноября, и мы говорили о тарифах. И прежде всего, тарифах на газ. Мы говорили о том, что они чрезмерно завышены. Тогда, цифры уже известные, Молдова-газ. То есть, Молдова платит за получаемый газ Газпрому порядка 170 долларов за тысячу кубометров. А люди по нынешнему курсу платят фактуры. Это порядка 380 долларов за тысячу кубометров. То есть, чрезмерное превышение. Поэтому та инициатива, которую демократы предложили, вот на 20%. Пока что только декларация. Я говорю, это декларация. Вот, Молдова-газ вроде сколько там, 11% они предложили и подали документы в НРЭ. Я думаю, что минимум на 30% без ущерба для рентабельности оператора можно снизить тариф. Я повторяю, минимум на 30%. Мы получим тариф в районе 4,5 лея за кубометр газа. И при этом рентабельность у Молдова-газ и его предприятий будет достаточно высокой. Следующее. Учитывая высокую роль бюджета, государственного бюджета в функционировании молдавской экономики, учитывая, как бизнес ждет параметров налоговой политики, мы предлагаем, и будет внесена такая инициатива, она была в свое время внесена, но отклонена, мы по-прежнему будем настаивать об ответственности правительства за соблюдение сроков представления в парламент проектов изменений налоговой политики на следующий год, это, внимание, до 1 июня. До 1 июня налоговая политика на следующий год. И проекта бюджета до 15 октября. Мы вносим изменения, во-первых, до 1 октября, но они нарушают даже свое положение до 15 октября. Ни разу проект бюджета этой властью не был внесен правительством в срок. А были случаи, когда они принимали даже в апреле года политику, проект бюджета на этот год. Это следующий момент. Теперь, как-то, приостановить, стопаря приватизерий. Значит, приостановить приватизацию объектов, которые играют важную роль в функционировании молдавской экономики, в которой есть определенная молдавская идентичность Молдовы. И, которые играют важную роль в жизни человека, то есть в социальной сфере. Это предприятие, табачный кабинет, Тутун, Четаче, Барзалбе, Арома, Реднорд, Реднорд Вест, Четнорд, Аэропорт, Эйр Молдова, Телеком, и Железная Дорога, Калиферат. Эти объекты без сомнения не должны быть даже под угрозой приватизации. Это не должно обсуждаться сегодня. Это незыблемое должно быть наше положение. Тем более, что многие из этих предприятий получили внешние кредиты под гарантию правительства. Они получили миллионы долларов евро и теперь будут приватизированы. В случае чего, кто будет возвращать эти кредиты? Государство, бюджет, то есть все мы с вами. И, наконец, очень важная проблема – это патенты, патенщики. Мы вносим, подготовлен проект о том, что предпринимательская деятельность на основании патента должна быть разрешена до 31 декабря 2022 года. Это даст людям какую-то уверенность. Вы понимаете, что государство, предоставляя право такой деятельности, оно снимает с себя ответственность за жизнь этих людей. Они не претендуют ни на какие пособия и так далее. Люди сами зарабатывают себе. Так пусть зарабатывают. Пусть себе обеспечивают хлеб насущный и своим детям, и своим семьям. Я думаю, что это правильно. Так что срок мы предлагаем продлить до конца 2022 года. Этим не ограничиваются все наши инициативы. Мы по-прежнему будем реагировать на любое изменение в экономике и корректировать посредством внесения соответствующих проектов в экономической и финансовой областях. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Noi toate aceste inițiative legislative le vom promova în fiecare ședință de Parlament, în fiecare ședință la comisiile parlamentare și dumneavoastră asta a citat și anterior până în prezent la toate aceste ședințe. O direcție prioritară va constitui monitorizarea activității guvernării și cu siguranță înaintarea moțiunilor vis-a-vis de cei guvernanți care cu siguranță nu se preocupă de interesele statului Republica Moldova, dar se preocupă sau de interesele partienice sau de propriile interese și nicicum nu au grijă de cetățenii noștri simple. Prioritar pentru noi vor fi audierile și cu tarifele la resursele energetice și cu furtul miliardului, după cum au menționat colegii. Noi vom promova toate inițiativele, ci sunt de aparare statalității, lupta cu unionismul și eu cred că aici vom avea toată susținere majorității cetățenilor Republicii Moldova și sigur că cea mai importantă este apararea intereselor cetățenilor Republicii Moldova. Noi în sfârșit trebuie să înțelegem, noi trebuie să ne mândrim cu țara noastră, noi cei care suntem moldoveni și locuim în această țară. Asta trebuie să o înțeleagă și politicienii și asta trebuie să o înțeleagă și fiecare cetăță în simplu, ca cetățenii să înțeleagă lucrul ăsta. Cei care sunt la governare trebuie să le asigure această posibilitate, că într-adevăr, în sfârșit, cetățenii să-și recapite încrederea în statul Republica Moldova. Asta e tot ce am vrut noi să vă comunicăm acum. Dacă sunt careva întrebări, careva întrebări ce ține de domeniul conferenței de astăzi, a noastră de prioritățile fracțiunii, noi suntem gata să vă răspundem la aceste întrebări. Mulțumesc! Să vă mulțumesc! Să vă mulțumesc! Мы предоставляли, поэтому они создали восточное партнерство для того, чтобы иметь на границе Европейского Союза буферную зону с их законодательством, с их условиями, чтобы у них здесь была зона комфорта. Это все, что Европейскому Союзу нужно от нам. Мы не раз рекомендовали, у нас грамотные люди, читайте первоисточники на английском языке, заявления комиссаров по расширению, кого угодно. Не будет Республика Молдова членами Европейского Союза, потому что об этом говорит Европейский Союз. Но нас, к сожалению, в каждой выборе людей, как аборигенов, обманывают собственные политики в дорогих костюмах, которые участвовали в расхищениях европейских грантов. Они обещают людям в очередной раз, выходит Лянка, выходит Филипп и говорит о том, что Республика Молдова подаст заявку на вступление в Европейский Союз. Куда вступать, если они говорят, что они не принимают молодчленов? Но вы знаете, как, к сожалению, люди этому верят. Мы предупреждали об этом, что нельзя голосовать за эти партии. Мы предупреждали, что ЛДПМ под европейским флагом и вместе в коалиции разворовывают миллиарды. Нам люди не поверили. А сейчас люди ждут от социалистов, берите, разгоните парламент, решите. Так люди добрые, вы дали социалистам 20%, но вы дали Филату 20%. Мы предупреждали, что коммунисты отдадут мандаты Демпартии. Так и случилось. И, к сожалению, мы это говорим людям каждый раз по тем встречам, которые социалисты проводят во всех населенных пунктах страны. Не верьте, не верьте лживым обещаниям. И поэтому мы должны сосредоточиться на промолдавской политике. Мы должны дружить и с Европейским Союзом, и с Восточными партнерами, и с Российской Федерацией. Мы должны найти свои интересы от самих себя. А Республика Молдова никогда членом Европейского Союза не станет, потому что об этом говорит сам Европейский Союз. Один здесь дополнение. Была такая информация, но почему-то люди пропустили это. В соглашении об ассоциации, когда он обсуждался до подписания, в конце был такой момент, что после выполнения всех условий, которые содержатся в этом блоке документов, страна получит статус кандидата. Этот пункт сейчас есть? Нет. Его убрали. Кто? Они. Чтобы не было соблазнов, то вы так будете стараться, все это исполните и потребуете статус кандидата. А вот нет. То есть движение все, конечная цель, ничто. Реформируйтесь, господа молдаване. И очень коротко, что касается вопроса о изменении Конституции. Не допускает сегодня международное право, и наша Конституция, вы можете об этом почитать, не допускает государственной идеологии. Что подразумевает внесение в Конституцию европейской интеграции одного вектора, в который верят сегодня и поддерживают только 36% граждан. Они начали в 2009 году, когда рейтинг был 70%. Сейчас, когда они сами обанкротили этот рейтинг, они пытаются внести это в Конституцию. У нас Конституция говорит, что не может существовать государственная идеология. Это подразумевает, что в Республике Молдова попадают под запрет не только политической партии, но и граждане, активисты, гражданское общество, те, кто будут выступать с конструктивной критикой европейской интеграции. Поэтому мы абсолютно уверены, что это очередная примитивная электоральная попытка, это охота за голоса, это попытка за неимением каких-то результатов, ощутимых за 8 лет. Они же гражданам ничего не дали за 8 лет. Они пытаются вот подобной политикой где-то реабилитировать себя. Этим и поиском внешнего врага. Что 8 лет они воровали миллиарды, потому что вот угроза Российской Федерации, российских передач и так далее. Так подождите, а кто миллиарды украл? Вы посмотрите КРОЛ-1, вы посмотрите КРОЛ-2. Там фамилии всех граждан с их гражданством, с румынским, этих наших политиканов. Это Путин виноват, это Россия виновата. И поэтому сегодня они пытаются в очередной раз доверчивому нашему населению замылить глаза вот изменением Конституции. Но еще раз, это абсолютно неправовая норма. Это введение тоталитаризма, потому что можно говорить только об одном, а остальном говорить, закон запрещает. И это бьет по суверенитету граждан. Потому что в Конституции первая и вторая часть говорит, народ суверенен, и он на референдуме определяет внешний вектор страны. Попытка поменять это без консультации с гражданами, это говорит об узурпации государственной власти. Это очень опасное преступление. Многие представители этой власти осуждают, во всяком случае негативно относятся к практике и методам, которые были сто лет назад в ВЧК. Помните, Всероссийская чрезвычайная комиссия. Так вот, руководитель этой организации как-то выдал такие слова. Загоним железной рукой человечество в счастье. Вот, внося подобные изменения в Конституцию, не выяснив мнение народа, они загоняют молдавское общество в счастье. В ЧАВЩИ КАВЩИ КАВЩИ Продолжение следует... 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 История университета. Есть история Романицы, страны, 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 и не выросли историю американцев, английцев, французцев, полонезов и так далее. Это очень интересный. Мы изучаем не историю университета, но историю нашей страны. Это очень адекватный. И, конечно, об этом, университета, которая потребуется много денег. И эти деньги, которые к нам нужно, будут, по-настоящему, из-за них, по-настоящему, 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 и по-настоящему, по-настоящему, мы университета, и мы, как дети, изучаем и крестим. И поэтому, это идеально, чтобы мы переходим в историю нашей страны, Республики Молдова. И так считаем, что у нас есть кадры, и проблема это, что это политизация, время нашегоH utilства и об этом здания, и у нас были подсчастеты, которые у них были путья в позиции статалисты, и у них были премовы, exclusом университета, что не было до нужды, и у нас было первым мнеопрада, они у нас было желательно, Упенсионат зище кондукатуры на институты для эдукации прешкола и уходят без конкурса и уходят на конкурсы отручали мембрии партии-либерал. Доменея эдукации требует деполитизация и мы должны изучить историю нашей страны. Это и ответственность. И на втором, мы должны спросить читателей районного Иловини. Дай еще раз, вы скажите, в районе Иловини не по-другому. С аркеттеча в сондах, в районе и футболе и если чтойцы, я могу послушать, я уверен, что вы видите репортажи в репортаж, творите, вы видите, репортажи, и вы спросите на улице, из Пухой Иловини, вы видите, в куренте, что они не были в куренте, что у них консилеры что-то учитывали. Но из них, как и локалитет, са презентата эта декларация. Маймол, что-то тянут, мы не усынемы это, но и маймол, что ничего не было в окурентое. Так что не тянут от района Еловенья. Есть унициатива приватая, а университет, которые не знают ли, которые ничего не уйдут, а университет в Ордене Зия Консилия. Ничто не уйдут, что нужно, чтобы они собираются в обзоре и обзоре, а университет. Университет, 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 университет. Это очень популярный. И, конечно, это стеризация, которая прорывает, с проромованием этих действий, в связи, университет. Университет, что у нас и университет, не для того, что нужно, в оптимизирование. Вопрос. Вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...